Добрый день, кто вы такой, откуда назовитесь? Ячкин Владимир Валерьев, Солейского района. Вы Алтайский, да? Да, да, да. Я вам сегодня звонил. Ну, я понял. Я повторяю, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да нет, конечно. Я слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Да, вот я вам звонил по такому поводу. Я сам православный человек и очень был рад узнать, что у нас такое православное поселение есть. И вот в интернете почитал, вы там написали, что без предварительного договора по телефону или по скайпу никому не приезжать. Мне захотелось приехать, посетить Потеряевку, пообщаться с вами, познакомиться. Вот по этому поводу я и звоню, собственно. Ну и что вы хотели бы? Я бы хотел приехать с сыном в Потеряевку. А у вас какой? Сыноком. Вы женатая? Вы женатая? Да, конечно. Жена с вами? Жена с вами? Жена со мной живет. Ну, как бы... Дело в том, что жена у меня не воцерковленный человек. Да это не важно. Я вот обрел веру, она нет. Ну вы же без нее не поедете. Ну вы же без нее не поедете. Да почему? Могу ли без нее приехать? Нет, не надо. Нет, никак. Вы без жены, это зачем? Мы же не разлучение семьи ставим во главу угла. Нет. Так я же не собираюсь надолго уезжать. Я просто хотел посетить, попроведовать, познакомиться, смотреть. А, нет, это у нас зачем? Это у нас это... Нам суета одна только. Мы думали, что переезжать, тогда можем знакомиться с вами, с женой, с сыном. Устав вышли, чтобы вы добровольно согласились. Дело в том, что опыт уникальный, я думаю, для России. Вот хотел посмотреть, как... Это просто же очень здорово. Я вам скину данные на нашем форуме, там все показано. Вся наша жизнь, работа, слова, и вы узнаете, не надо не ехать. Тем более зимой у нас запрет. У нас станция, ни одного здания нет. Среди ночи приходят. Да нет. Дело в том, что у меня свой автомобиль есть, и ехать тут не так уж и далеко. Нет, только летом. Нет, это не со столием. Только летом. Главное, чтобы... Зимой вообще ходу нету автомобилем. А, понятно. Абсолютно нету. Только на снегоходах ездят наши здесь. Ясно, ясно. В соседнюю деревню уезжают, у них там машина стоит. Они туда со снегохода продукты, там молочные. Как раз сегодня вторник, оттуда приехали. И там они садятся на машину и до Барнавула, тут 150 километров. Приезжают, машину оставляют на снегоход и домой. Вообще вот так вот, если докорчено, от нас где-то километров 50 от нашей деревни. Я тоже деревенский. Ну да. Ну вот так. Я вам могу... Откорчено... Откорчено там сколько километров? Ну, если по прямой, тут как раньше ездили, так считали 12. А если поднимается на Бугор, там 15. Извините минутку, я сейчас отвлекусь, там у меня сумок пришел. Я сейчас его подорву. Давайте ее сюда. Откорчено там. Спасибо. Спасибо. Сынок у меня, я, к сожалению, Веру обрел не так давно, 6 лет назад всего. И вот младшего сынка в Вере стараюсь православно воспитывать. Он в школу ходит, старается ребенок посты соблюдать. А деревня-то у нас отмерщилась полностью. Здравствуйте. Здорово, мне было приехать, увидеть этих ребятишек своими глазами. Учителя все верующие, все. Первый день начинает, когда в сентябре, богослужение специальное обучающихся, обучителях. Для воспитания детей лучшего места просто не найти. Вот для воспитательных целей в первую очередь я хотел его привести, чтобы он сам своими глазами этих ребятишек увидел, пообщался. Вот летом, летом только. Мы приезжаем 10 июня я буду, но вот после 10 июня. Ну, хорошо, Бог нас живо-здорово будем, обязательно постараемся к вам приехать. Да, да, уже заранее вот так созвонитесь, по телефону там, чтобы быстро поговорить. Вот основное здесь. По телефону это вредно говорить больше двух минут. Да еще скажешь-то. Я вам сейчас скину наш устав о Потеряевке, что вы только нажмете и сразу будете видеть там, там и фильмы о нас поставлены, и как работа идет, и что мы делаем, и как богослужение. Там все показано. Ну, вот я сейчас тогда сынку скину, посмотрим материалы, я вам все покажу. Да, 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 да. Его Максим зовут. Вот так. А это Игнатий Тихопович. А жена-то где? Не подошла? На работу. Жена на работе. На работе. А вам сколько лет? Мне 48. Мне 10, 22 лет. А мальчику сколько? Вот сейчас сам говори. Могу еще раз скажи. Будет 10 скоро. В феврале четвертый. Вот. Он может на лето там договориться, как, что, почем оставить. Они, дети, у нас приучаются всему. Утренние молитвы, днем играют, купаются, работают, там дрова пилят на огороде. До обеда, после обеда только занимаются. Занимаются и купаются. Войдет в такой коллектив, где его нельзя ни обзавать, ни драться. У нас этого нет. У нас никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это строго. Ну, я и сам стараюсь так себя теперь по жизни вести. К этому уже, слава Богу, пришел, что курить не курю, материться не матерюсь, но выпивать бывает, по праздникам выпивая венца, но стараюсь меру соблюдать. А вот если верующие все вместе живут, ему и стараться не надо, он просто, ему это ни к чему. Он видит, что все радуются без этого. После службы пообедали, сразу занятия идут. В воскресенье разрешается грибы собирать, там, ягоды ходить собирать или рыбачить. Полдня может заниматься этим. В воскресенье у нас не работает. Хотел у вас вопрос вам такой задать. Да. Сынок у меня, ну вот когда я веру обрел, я в детстве был погруженный. Да. Как мне рассказывали родители, покойное, чарство, невесное. Ну вот, а сынка повез тоже крестить. Ну, а как у нас сейчас крестить? Ну, помочили? И если это настоящее крещение, или лучше все-таки в три полных погружения ребенка покрестить? Да не лучше, то вообще не крещение никакое, это обман. Только троекратное полное погружение. Но он должен верить. Это на первом месте. Кто будет веровать и крестить, спасен будет. Чтобы ребенку... Да просто на наши ресурсы зайдите, я скину про лагерь посмотреть, я скину несколько пащек вам туда, фильмы наши. Ему будет интересно посмотреть, как дети играют, как дети занимаются. Дело в том, что сейчас у нас вот три полных погружения. Наверное, кроме как у вас потеряевки, людям и покреститься-то негде. Ну, мы находим, к нам издалека люди приезжают. В прошлом году из Италии были, из Канады. Нигде не хотят крестить правильно. Я вот читал, что наш святитель Лука, воин Айсенецкий, он даже угрожал, что будет из Сана исключать священников, которые не будут в три полных погружения крестить. Да. Это храм Божий. Исповедоваться, причаститься. И что получается? Некрещенный человек подходит к таинству? Ну, конечно. Как вот в этом по вопросу? Это никуда не годится. У вас что? Вы говорите, вот у вас прямо компьютер или планшет? Что-то сильно так слабо. Планшет. Ну, ноутбук. На, вы когда движетесь вот так вот, она просто расплывается. Или у вас этот глазок такой, веб-камера слабенькая. Камера, наверное, слабенькая. Вот так. Вот, мальчик пересел и просто размазанное по экрану. А вот сейчас. Ну, сейчас, когда на месте стоите, так, ну, скудно, но видать хотя бы. А то просто вот так вот расплывчатое. Пишет, что неполадки в интернет-соединении. Может быть и так. Внизу. Может быть и так. Ну, вот я сейчас поговорили мы, я вам скину, и вы внимательно посмотрите. А деревни скину. Ну, и что тут вас еще заинтересует? Вот, ребенку я про лагерь скину ролики. Ни один, ни два. У нас только о лагере 240 роликов. 240. А про школу есть? Как дети учатся? А это деревню. Вот о деревне ролики, это там про школу. И как в школе занятия идут, и все. А на сегодняшний день, извините, перебил вас, на сегодняшний день, сколько человек в деревне уже проживает? Ну, я не знаю сейчас, как там, кто живет. Ну, может быть, 30 с ребятишками, 33. А пушки есть? Мы видели пушки 15 лет назад. Кто, кто есть? Пушки. Фильм мы смотрели с ним про Потеряевку. По-моему, еще Светловская киностудия снимала. И там пушки стояли. Вот ребенок говорит, что люди хотят за веру? Нет, это они снимали, это они просто компоновали, из других мест снимали. Они там и корабль снимают. Они у нас сейчас сняли, другую сейчас снимали в Петербурге. И вот так они потом склеили это. У нас они не снимали, пушек у нас нет. А вот ребенку интересно стало, зачем пушки стоят? Ну, это можно тут в музей сходить, в Барнауле, исторический музей, как раз на нашей улице. Богатый музей. А вы сейчас, в данный момент времени, в Барнауле находитесь? Я в Барнауле нахожусь, прямо в Барнауле. А летом я бываю, выезжаю на 4 месяца, и тогда разговоров уже по интернету нету. Потому что там очень слабо. Слабо это такое. И высчитывает много. Поэтому откладываем, пока мы не вернемся. А сейчас можно говорить хоть каждый день. Ну, слава Богу. Я рад с вами познакомиться. Уже не вчера я, конечно, о вас узнал. Ну, вот, созрел сейчас только, чтобы созвониться и поговорить. Ну, вот, Женя, а в жене-то как звать? Людмила. А вас? Вас как звать? Меня Владимир. Владимир. Владимир и Людмила. Я так и не понял, мальчик, это как звать, говорит? Максим. Максим. Помилуй, Господи, и благослови. Владимир, Людмила и Максима. Видите, мы все молимся друг о друге, и поэтому Господь нам помогает. Вот сейчас, вы не видели у нас рождественский концерт, дети ставили? Нет, еще не смотрели. А вы зайдите на наш канал, и вы увидите. Прямо тут рядом. У нас много роликов-то. У нас очень-очень богатый. 9200 роликов. Слава Богу. Ну, это с самого начала, как у нас служба шла, это все вы можете увидеть. Богослужения. Брат у меня, он священник, протеирей. Ну, а он постоянно в Потеряевке живет? Нет, он постоянно в Потеряевке живет, а ездит одну неделю в воскресенье там служит, потом у нас в Барнауле. И вот так он все время ездит, весь год. Он один на два храма. А станция там далеко от самой Потеряевки, железнодорожная? От самой Потеряевки разъезд подстепный. Подстепный. От нас 4 километра. Ну, а до Корченая там километров, наверное, 18. Я через село Подстепное проезжал на Барнауле, той стороной, через Павловск. Да. На, видимо, и разъезде-то недалеко там. Нет. А вы проезжаете на чем? На поезде? На автомобиле. А на автомобиле, когда едете, прямо напротив Подстепной, там, кажется, 173 километр. И за ним сразу вправо сворачивает. Если надо будет ехать, я вам маршрутку скину потом. Но перед этим только спросите еще раз разрешение. Что с собой взять, чтобы было у вас? Ничего, чтобы ближнего не было. Это можно будет. Как раз приехать после Крещения у нас, после 7 июля. В первое воскресенье. В первое воскресенье. В первое воскресенье. Потом еще, Сонок, позвоним, поговорим. Да. Но вопросов больше нет? Ну, на данный момент времени. Все. Пока вот. Все. Вот копите, вопросы будут в течение месяца где-нибудь. Опять только сначала внизу напишите, могу я принять или нет. Потому что у нас занятия идут 4 раза в неделю. У нас тут встречи, и поэтому звонить бесполезно. Напишите внизу, я такой-то. Вы, как ваше село называется? Боровское. Боровское? Да. Вот так и скажите. Мы говорили, чтобы приехать там ребенка покрестить. Я вам отвечу. Ну, все, пока, до свидания, с Богом. До свидания, с Богом. Храни вас Господь. Во славу Божию. Ну, да, пусть у меня что-то будет. Ну, да,neten. Сейчас. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да.